Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... но эти банки ну правда нужен ну тошнит уже девочки давайте без третьего сентября привет здравствуйте кристиночка это кристина спасибо большое да я болела кристиночка сделайте мне пожалуйста спасибо кофе малиновый спасибо я завтракала уже да только кофе спасибо огромное ремонт стиралок подрабатывать но я очень надеюсь что до этого не дойдет да что завтракала там же кофе малиновый да вкусно и она на сушке честно она на любителя вот действительно на любителя как бы такой у него своеобразный вкус но мне нравится я не могу знаете как сказать я не могу сказать что это прям вау любовь для меня вкуснее а и сладок карамель но вас бы я в другую сторону этот еду поэтому сейчас кофеманию возьму малиновый олесь вы домоседка или как правильно домоседка необычный вкус да малиновый тоже холодный амичка жучка просто такая представляете ирин следите за публикациями и все будет она такая жучка начались холода я утром просыпаюсь на пеленку я уже в туалет она сходила и по большому и по маленькому это потом это для того чтобы я встала увидела и не тащила ее за собой на улицу прикиньте какая сучка белка у меня нету нелюбимых ни исполнителей ни исполнительниц ни актеров ничего такого я не заостряю на этом внимание да нет лен это не умничка это прохаванная жучка ей надо выходить на улицу она терпит она же очень много терпит и долго терпит а дома она весь день терпит бедно и только ночью под утро она идет и писает а сейчас холодно и она в печали просто она выходит и садится на асфальт ами да ами дома любит это все делать а это для того чтобы когда же она пытается убежать я же ее ловлю а здесь вроде бы уже и жалко ловить но думаешь как бы ну что ты от собаки хочешь она уже все сделала просто когда начинается тепло с мая вот сейчас по сентябрь она же дома в туалет по большому не ходит она терпит она ходит в туалет по большому только на улицу мы пеленки реально вот ну мы нет маму уже нету все это время да я пеленки меняла только из-за ати из-за его меток вот ами вообще не ходит на пеленку она все это делает на улице абсолютно все понимаете и сейчас вот это вот так жалко ее бедная она так не хочет я ее ловлю каждое утро сладкая она пытается успеть убежать под кровать и прятаться а я ее потом одену я же ее одеваю ну блин она лысенькая сейчас я ее одеваю и все она ложит и лежит это в коридорчике и грустит пока я Атьку одеваю а что случилось а что суббота и столько машин пучок обычно вот так наматываю гульку и все нет какие шпильки резинка дальше обожаем мужчины с кофемани они выходят и сразу показывают куда надо встать откуда они уезжают спасибо дядечка с ним же уже попрощались ли он причем здесь горбачев и кофемани надо очень голову помыть еще и покрасить ну если бы я хотела карею наверное я бы его сделала логично у меня нет любимых исполнителей ни певцов ни певиц ни актеров мне все равно боялась водить машину нет с первого дня не боялась была паническая атака и страх после этого после аварии а так нет не успела подъехать уже фоткает идет блять а я успела платить нет уже покушала здравствуйте я анжемка кушала вообще ничего на репите вообще ничего на репите да сто процентов олесь и за это надо будет платить вот так мило папа вытирает ручки своей маленькой девочки чтобы сесть в машину загазованно спасибо спасибо здравствуйте здрасте я заказывала кофе малину с собой нет по телефону звонила вам на крестину давайте а я не взяла второй телефон оставьте сегодня но я его с начала же вы же помните да сейчас что-то у нас очень даже свои темно дай прошло еще попробуем ты придешь даже спасибо большое спасибо хорошего дня до свидания я не знаю я не знаю парковка в центре стоит 380 рублей я не знаю я не знаю я не знаю я не знаю ты так мило вот этот папа протирал ручки малышки своей но я же в очереди стою не на сесть там те кто стол хочет нет погода не улучшилась на улице холодно кто хочет стол я же заказываю заранее оно готово и ждет нет почему на две минуты это парковка на час но вы не можете подъехать оставить машину вот я подъехала он прошел мимо где гарантия того что он не пройдет гарантия нету вот он прошел сфотографировал хоть на минуту я подъехала какая разница я вижу пятерка прилетает сразу да блять если я выезжаю вы ебанутые долбоебы блять нет никакой культуры вождения никто не пропустит вот и все потом вы закрываете парковку и у вас на балансе остаются деньги то есть они же не сгорают да то есть какая-то часть списывается остальные остаются у вас вы едете в другое место в другом месте там другая парковка вы либо доплачиваете вот либо вам хватает этих денег завершить завершить ну на самом деле прикольного мало по 400 рублей а когда ты куда-то приезжаешь посидеть два-три часа 1200 только просто за парковку ну сейчас меня опять остановят здесь нет нет я не не провожу ну ребят ну блин какие фан-встречи я что звезда мирового уровня масштаба я такая же девочка как вы все здесь сидящие нас с вами отличает единственный момент единственный это количество подписчиков больше мы ничем с вами вообще не различны я такая же как и вы вы такие же как и я какие фан-встречи при чем здесь то что не пристегнулось нет проверка просто и вам доброго дня и 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 Никто нет Каждая девушка по-своему Прекрасна И знаете, есть выражение На каждую кастрюлю Всегда есть своя крышка Поэтому не надо так о себе говорить Вы должны себя любить И считать, что вы самая лучшая Доброе утро Господи, Ксаня, сколько вам лет? Можно я вам просто Ну, чтобы я понимала Я не знаю, что такое сингл Совет 15-летней девушки Учитесь Развивайтесь Получайте образование Вкладывайте в свое развитие Путешествуйте по миру Не зацикливайтесь ни на чем И ни на ком Девчонки, значит, еще не время Не расстраивайтесь Мне никакой цвет не нравится Я все цвета люблю Я нет, не разобралась к серксам Я ушла оттуда Бесполезно потраченные полтора часа жизни Да, еще такой моментик Девчонки Наслаждайтесь 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 своим возрастом Все так быстро пролетит Вот 15-летний Просто наслаждайтесь Не зацикливайтесь Ни на каких любовях Страданиях Не хочу деток Ни мальчиков, ни девочек Как собачек хочу Я знаю, что такое сингл в переводе Подъем не засчитан Вопрос у вас в баш был Непонятен И все Моя золотая Тебе 15 Ты рассталась с мальчиком Ты не знаешь, как идти дальше Ой Знаешь Лизочка Я тебе скажу так Мы можем тебе сейчас Все раздать советов Да Твои подруги могут раздать советы Мама твоя может дать совет Ты хочешь от нас какую-то поддержку Но ты не прислушаешься никому Потому что юношеский максимализм Он присутствует В таком возрасте И ты только позже поймешь Насколько ты была глупа Тратя свою энергию и время На какие-то переживания в 15 лет За твою жизнь У тебя этих мальчиков Будет столько С которыми ты будешь расставаться В которых ты будешь разочаровываться И поверь Если за каждого так переживать Ни жизни Ни здоровья не хватит Тебе только 15 Учись Поступи Получи профессию Любимую Образование Путешествуй Развивайся Какие переживания за мальчик Но опять же Ты пока сама это не проживешь И не поймешь Вот К сожалению Никто из нас тебе не поможет А чтобы ты это поняла Должно пройти время Долгие многие годы Поэтому что-либо тебе сейчас здесь говорить Бесполезно Продолжение следует... Ой да Где мои 15 Какие мальчики А ты знаешь Ирен Я тоже же давно не делала Вот Я тебе могу так сказать Что с годами Ощущения Вообще не из приятных Вообще не из приятных Что-то как-то раньше На это не обращал внимания На эту боль Училась я в Ростове Привет Казахстан В Аргул Что вам рассказать О своем ежедневном макияже У меня практически как и ежедневный Такой вечерний Ничего сверхъестественного У меня должна была быть тренировка Тренировку отменили Почему-то Еду на работу Потом Я вчера в Ашан Физически не доехала На склад Вот Надо в Ашан У меня пеленки закончились Что вы стоите все в три ряда У меня закончились пеленки У меня закончилась Столитная бумага Мне надо заехать взять Плоскогубцы Разобраться со стиральной машинкой Потому что у меня гора стирки Вот Ну такие короче Бытовые Моментики А зачем я должна делать микроблейдинг Слушайте Ну я не знаю Как бы вы же здраво Наверное оценивали Когда брали кредиты Работать Мама я думаю В конце недели уже Я же ей Ну Отбой дала Она должна была уже приехать Вчера А сегодня Сегодня она должна была приехать Теперь я надеюсь Если за неделю Ничего не изменится Ебануться блять Ты идиот Ты че блять творишь Пидорас блять Фу Гондон Ебаный блять Ебануться надо Просто Моя бешеная реакция Охуеть блять Фу Сколько дебилов На дороге Нет Он не подрезал Он ехал впереди меня И резко просто начал Вот так разворачиваться Там Где разворачиваться Нельзя Без каких-либо Поворотников Он просто уехал Направо Взял больше круг Но там направо Дорогу Я думала Он направо повернул И просто начал В меня разворачиваться Резко Таксист Таксист Пиздец Перенервничала Ублюдок Вот если У меня никогда не было ДТП Вот если бы на моем месте Был мальчик Мужчина Если бы Даже Мой друг Был сейчас За рулем Клянусь Говорю Ни один мужик Вот такую ситуацию Не оставит Закопают И будут правы Вот его минимум Отпиздить надо было Это спасибо Что сзади Не было машин Которые не влетели бы Меня на Экстремальном торможении На моем Пидорас Блять И были бы правы Хотя я против насилия И против рукоприкладства И против разбирания Вот таким вот способом Но были бы правы Если бы один раз Отмудохали его Блять Такую хуйню бы Он больше не делал Хороший у вас Муж правильно делает Я же говорю Я не за насилие Нет, я не наращиваю ресницы Девушки отдыхают Это не нарушение Оможение Что сзади Оможение Хороший у вас Не знаю, у меня не было такой проблемы, что сравнивать себя с другим. Привет, как дела? Я сколько дней забываю пакеты завести. Вот это вот отправить надо, мама тебе скинет. Сегодня, хорошо? Не забудь. Все, на связи. Опять как холодно. Ой, 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 ой. Так. Сейчас тренируюсь через день. Ой. Поехали. Поехали. чтобы вы понимали когда я купила квартиру я не беру там давний вообще какой-то период когда не было денег когда я купила квартиру чтобы понимали когда мы сделали ремонт заселились вот хотите верьте хотите нет это был мой день я думала что мне надо сделать какую дорогу поехать мой день рождения я вам клянусь говорю мне не было даже тысячи рублей доехать до города на такси у меня не было даже 100 рублей ни в каких заначках не рубля чтобы вы понимали я вызвала такси я доехала до сбера не отпуская такси взяла кредитную карту в сбере сняла с нее деньги вышла рассчиталась с водителем поехала купила продукт но это так на минуточку если кто думает что все так классно всегда прям вообще училась на маркетолога почему не пошла по специальности не знаю так слушать так сложилась жизнь 9 в это было ровно три года назад как только я купила квартиру закончила в мире алё ай привет насчет ткани она у меня вот сегодня я просто к тому что там если я буду куда-то отъезжать или как-то по времени чуть-чуть сориентировать или пока не понимаете ну вот я щас не дома я вот из-за этого да еду в сторону дома час где-то так мне надо заехать еще все этот просто там пеленки купить такое все собакам ну и буду дома все спасибо так он же мне одолжил да на квартиру алё файс привет ну что ты поговорил на цвета все я поняла тебя ага давай спасибо больше я же до этого попросила уже на квартиру дал я недавно выкладывала вопрос ответ я я не помню фирмы но я не запоминаю я как бы на этом не акцентирую свое внимание не знаю какую-то подбирают мне косметику алион все отлично тогда это уже будет отлично обед не раньше все баси бань давай нет у них добрый день машина гораздо легче нет я позвонила занять у меня понизили ипотеку а в квартире уже был ремонт самом деле ребят вы очень много много всего вообще не стану не то что многого не знаете да вы в принципе ничего не знаете вы видите только вот такую вот часть допустимую которую я позволяю было мега сложно просто семь кругов ада мама после операции ипотеку занизили а квартира уже ремонтировалась как вам такое да я охуела просто от жизни я приехала когда мне позвонил брокер я сидела во дворе дома я орала просто как я плакала я не понимала что делать у меня ремонт в квартире идет я договорилась меня пустили у меня было полы закладывают и мне ипотеку понижают на 2 7 и 4 ста 2 и 6 мама лежит после операции где мне взять еще 2 с половиной миллиона я села во дворе и я так орала я так плакала ко мне соседи просто выходили и просили типа может быть скорую я заходила я никогда этот день не забуду как мне было блять домой идти маме что говорить ой блять как вспомнил аж в этот я поднимаюсь я говорю она увидела мои слезы я говорю только не расстраивайся пожалуйста я говорю кое-что произошло я говорю я не знаю что я сделаю я не знаю где я возьму эти деньги я буду еще больше работать я говорю но мы я говорю заедем я говорю в эту квартиру говорю как я и обещала и все дальше я дома не нахват я вообще не находилась дома просто не находилась сказать что я много работала это не сказать ничего я брала все рекламы я брала все возможные съемки которых вы даже и близко не видели просто отфотографировать одежду там отснять что-то я 24 на 7 я работала я приходила переодевалась у меня не было сил я сидела на туалете я плакала на туалете просто именно от физической усталости не то что даже от морально как я физически уставала вот и я я я договорилась с хозяйкой написала расписку на несколько месяцев вот и позвонила да позвонила бывшему я говорю ну вот я никак не укладываюсь такая такая ситуация я говорю я все что могла я сделала вот и так далее и тому подобное я говорю пожалуйста я говорю мне нужен миллион рублей я говорю хочешь под проценты хочешь под расписку пойдем к нотариусу я говорю ну мне больше не у кого попросить я говорю у меня в квартире идет ремонт я говорю пожалуйста я говорю и он мне дал дай бог ему здоровья ну и сопровождалось это все шутками я говорю ты столько лет мне я говорю жизни испортил и так далее и тому подобное девочки мне одобрили десять миллионов рублей квартира моя стоила двенадцать миллионов семьсот об этом я кстати об этом вот ваш вечный вопрос сколько стоит моя квартира стоила на тот период двенадцать и семь я про мне папа я просила десять миллионов мне их одобрили на момент когда уже должна была быть сделка они понизили понизили на семь четыреста в квартире у меня шел ремонт закуплен ламинат залиты полы идет ремонт полным ходом вот а занизили потому что мой брокер положил себе на карман деньги и не раздал их при нужном варианте и все я осталась в жопе вот и вот такой пиздец был разборки были с этим броки да там пиздец мега трудно далась мне эта квартира вот когда она поняла что уже ну пиздец как бы там ну прям такие ну серьезные разборки были очень серьезные разборки были я не знаю что она делала она ушла из кабинета клянусь ее не было два часа два часа она разговаривала и вот что смогли что она смогла сделать до 8600 она подняла сейчас двадцать пять двадцать пять двадцать семь ну у меня одна квартира в Майами речь об этой да нет он не потом поиграем а вы про этого? да Я не знаю. Нет, я не закрыла ипотеку. И еще. Конечно, это того стоило. Испытываю огромную гордость за себя, за то, что мама может жить со мной. За то, что это моя квартира. Даже по истечению трех лет я каждый день с благодарностью просто иду в свой дом, в свою квартиру, что это сделала я. Жалею, что раньше не сделала. Ну, слушайте, нету такого, что я жалею, да? Значит, было не время. Ну, все происходит точно так же, как и села за руль с машиной. Все происходит так, как и должно быть. Значит, на тот период жизни было не время. Ну, ладно. Ну, ладно. Ну, ладно. Ну, ладно. Честно, вот ремонт я не, честно говорю, не подбивала дебет с кредитом. Так, в общих чертах. Я нет, не хочу квартиру. Меня моя устраивает. Ну, если в теории Бог даст, у меня будет возможность, и я смогу заработать, то я бы хотела дома. Квартира у меня хорошая, большая. Ну, вы же видите, я не отвечаю на ваш вопрос. Вы без остановки его пишете. Но я и так много сказала.